Пока одной самой главной новостью остается теракт в подмосковном Кроку Сити-Холл. Москвичи стали получать электронные повестки с приглашением в единый пункт призыва. Как сообщают российские паблики, уведомления от военного комиссариата Москвы приходят как в СМС, так и на госуслугах. А в письме содержится информация о необходимости пройти медкомиссию и взять документы перед посещением пункта призыва. По данным телеграм-канала Астра, вероятно, эти повестки рассылаются массово, потому что власти Москвы массово оцифровывают личные дела призывников и пытаются обновить данные за счет личной явки призывников. Напомним, 22 марта издание Верска со ссылкой на четыре источника в администрации президента и региональных правительствах, а также на высокопоставленного сотрудника Министерства обороны РФ сообщило, что в России планируют в ближайшее время отправить на войну против Украины еще 300 тысяч человек. По словам собеседников издания, власти сконцентрируют внимание в первую очередь на резервистах и на гражданах, находящихся в запасе. На войну также попытаются отправить срочников, у которых заканчивается срок службы. О том, что путинский режим формирует свежую армию, во время национального телемарафона 22 марта говорил генерал-лейтенант ВСО Александр Павлюк. По его словам, РФ активно формирует военную группировку численностью более 100 тысяч человек. Такое масштабное укрепление сил может указывать на планы проведения наступательных операций уже в начале лета. Кроме того, по данным британской разведки, в 2024 году страна-агрессор, вероятно, сможет сформировать две новые армии, о чем 20 марта объявил российский министр обороны Сергей Шойгу. Печь идет от 14 новых дивизий и 16 бригад. Состоять, скорее всего, будут из механизированных, бронетанковых, артиллерийских и материально-технических подразделений. Однако, по данным британской разведки, эти подразделения столкнутся с проблемой обеспечения ресурсами. Субтитры создавал DimaTorzok